Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераоц, и мы продолжаем разбирать первое послание апостола Павла к Коринфянам. Сегодня мы приступим с вами к пятой главе. Первые четыре главы были посвящены тем проблемам в церкви Коринфян, которые возникли в связи с разделением ее на партии Павловы, Аполлосовы, Кифины или Христовы, разные партии, которые возникли в Коринфской общине, где проповедовал апостол Павел на протяжении полутора лет. Сейчас в пятой главе начинается новая тема – это нравственное состояние Коринфской общины, которое тоже явилось весьма проблематичным. Апостола Павла достигает слух о том, что среди Коринфской общины возник грех, который даже не видан у язычников – это инцест. Есть верный слух, первый стих пятой главы, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавши такое дело. «А я, отсутствуя тела, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Итак, апостол Павел услышал, что событие данное поразило его, и это действительно так. Дело в том, что отношения между детьми и их мачехой, а здесь, скорее всего, речь идет именно об этом, не с матерью, а с мачехой, то есть с женой отца, которая не является родной матерью детям, нельзя было вступать в семейные отношения, в близкие интимные отношения. Это запрещено также книгой Левит, не раз на это обращается внимание, о том, что это открывает наготу отца, а этого делать нельзя, и второе, то, что это оскверняет землю Израилеву. Тоже в книге Левит об этом говорится, о том, чтобы ни в коем случае человек не вступал в эти отношения с женой отца, мать она ему или нет. Так вот, среди коринфской общины такое возникло, и более того, коринфская община никак на это не реагирует, и поэтому апостол Павел считает необходимым эту реакцию инициировать, и говорит, что он уже решил, что с этим делать. Более того, вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать. По всей видимости, здесь мы можем увидеть, что христианская свобода, понятая не совсем верно, реализовала в человеке состояние, когда, видя откровенного грешника, ради которого, точнее из-за которого хулится церковь, из-за этого они возгордились вместо того, чтобы плакать о прощении его согрешения, очень серьезного и низкого падения. Но отсутствие телом у коринфян, но присутствие духом, он уже решил, как бы находясь у вас, что этого человека должно предать анафеме или предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Здесь, конечно, речь идет о том, что это не наказание, это следствие. Когда для того, чтобы и в церкви не распространялся грех, и в то же время, чтобы сам человек мог спастись в покаянии, его отлучают. Ряд библиистов считает, что это отлучение было посмертным, что этого человека уже нет в живых. Однако данной информации мы не располагаем на страницах Священного Писания. Точных фактов мы не имеем. Из этого стоит сделать вывод, что запрет или анафема должна вести человека ко спасению. Здесь апостол Павел, как видите, сделал за нас некий логический вывод, чтобы человек мог спастись. «Да, нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваску порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Апостол Павел делает вывод, что хвалиться коринфской общине нечем. Среди них есть разделения, среди них есть грехи, которых не видно было даже у язычников, среди них есть много того, что говорит о них, как о людях, еще служащих плоти, еще недуховных младенцев во Христе. Поэтому хвалиться им нечем. Далее апостол Павел развивает мысль о том, что даже малый грех, не такой большой, к которому говорилось выше, квасит все тесто. С одной стороны речь идет о грехе, а с другой стороны речь идет о том, что закваской является Христос, то есть и добродетель, и проповедь Иисуса Христа делает большое дело. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос закланна за нас». Итак, здесь отсылка к древнему иудейскому обычаю, совершаемому перед празднованием Пасхи, когда из дома износилось все, содержащее в себе дрожжи. Более того, даже кастрюли, в которых делалось тесто, они должны были выскоблены, чтобы ни одной частицы квасного теста больше в доме не оставалось. Так и здесь необходимо исцелиться от прежней системы мыслей, дабы прийти к Пасхе Христовой, дабы закваска Христова в нас действовала обильно и правильно, и чтобы наше с вами «тесто» подходило правильно и равномерно. «Посему станем праздновать не со старую закваску, но не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Для ветхозаветного понимания, когда речь идет о квасном и бесквасном в контексте Пасхи, здесь речь идет как раз-таки о закваске как о процессе гнилостном, о процессе плохом, скверном, как об образе греха. Не как об образе жизни, которое оживотворяет тесто, а как об образе греха. Поэтому опресноки были образом чистоты, образом как чистый лист. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, его иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Дело в том, что что значит не сообщаться с блудниками, кто есть такие блудники? Дело в том, что в широком смысле этого слова блудниками были все те люди, которые были язычниками. Потому что идолопоклонничество – это в своем роде блуд духовного плана, но блуд. Более того, например, в храме Афродиты, помимо духовного блуда, люди занимались и физическим блудом, потому что там существовала ритуальная проституция. Вообще для языческого мира это было достаточно частое явление. Так вот, если запретить общаться, вообще вступать в какие-то диалоги с всеми идолослужителями, то церковь станет гетто. В контексте того культурного периода или религиозного контекста это было бы, означало бы выйти в гетто. Это бы разрушило множество семей, потому что в некоторых это были смешанные браки между христианами и язычниками. Поэтому данное повеление бы просто деструктуризировало бы церковь. Но здесь апостол Павел, естественно, поясняет. «Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимством, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Иудейский обычай не садится за один стол с человеком, который является, например, язычником, он нашел свое выражение вот в этих словах. Однако здесь речь идет не о внешних, а именно о тех, кто находится внутри церкви, но в реальности христианином не является. Называясь братом, остается блудником, хищником, лихаимцем, идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. Итак, блудником понятно. Блуд здесь имеется в виду прямое значение этого слова. Для христианина невозможно оставаться блудником и в то же время быть христианином. Лихаимцем, человеком, который ищет постоянного прибытка и достигает его какими-то незаконными способами. Иногда с помощью того, чтобы мошенничеством каким-то заниматься, или ростовщичеством, что тоже является для христианина невозможным. Например, мошенничество с налоговыми системами в древней церкви считалось большим согрешением, которое выводило человека из христианской общины. Идолослужитель или злоречивый. Идолослужитель здесь понятно. А вот что значит злоречивый? Здесь, по всей видимости, речь идет о людях, которые постоянно находятся в оскорблении друг друга. Здесь речь идет скорее не о тех, кто как-то иногда во гневе что-то сказал плохое или оскорбительное, но о тех, которые подвержены этой страсти постоянно, постоянно входят в состояние гнева и постоянно с кем-то ссорятся. Вот такие люди не должны быть нашими с вами сообщниками. Пьяницы или хищникам пьяница. Ну, понятно, что здесь речь идет не о полнейшем воздержании от употребления тех или иных алкогольных напитков, но о страсти к пьянству, когда человек постоянно употребляет алкоголь и в связи с этим болеет этой страстью. Но почему же не есть вместе? Здесь можно воспринять данный текст как с евхаристической точки зрения, когда речь идет о евхаристии, не вкушать агапу, вечере любви, не вкушать евхаристию вместе с таким человеком. Ну, естественно, пока он не исправится, соответственно, в Древней Церкви существовали целые институты кающихся, препадающих и так далее и тому подобное. А второе подобное, то, что и вместе не садиться за обычный стол, потому что, опять же, совместные трапезы — это всегда некое единство, некое единение. И вот с этим человеком у тебя не может быть такого единства, он может тебя заразить. Опять же, вспоминаем стих, что «малый квас квасит все тесто». Малая закваска. Так и здесь. «Видя в брате то или иное согрешение, ты сам легче в него впадаешь. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Итак, сделаем небольшой вывод из данной главы. Апостол Павел призывает христиан не судить о внешних. Внешние дадут ответ перед Богом, сообразно своей жизни. Но внутренних, опять же, не осудив, дистанцировать их от церкви. Иногда это необходимо для их спасения и для спасения всей общины. Более того, дистанцирование или выделение человека из церковного собрания с помощью отлучения или анафемы должно иметь за собою не желание покарать или наказать, но желание помочь исправиться. Оно должно иметь положительное развитие. Следующее. Братья или люди, которые вошли уже в христианскую общину, должны всемирно стараться избавиться от тех согрешений, которые отлучают их от церкви. И впадение, а наипаче многократное впадение в те или иные согрешения, говорит о том, что мы выпадаем из благодати Духа Святаго. Тяжкие грехи действительно делают нас чуждыми Христу. На это стоит обратить особенное внимание. Благодарю вас за просмотр данного ролика. И в следующий раз мы с вами поговорим уже о шестой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам. Всего доброго, до новых встреч.